Приветствую вас! Нужно сразу сказать, что духовная поддержка, она разделяется на две части, на два вида. Первое – это духовная поддержка в контексте религиозной поддержки, в контексте религиозного аспекта. И это делают люди, которые являются адептами в той или иной конфессии, священнике, богослове и так далее. И духовная поддержка в плане психологического. Психологическая поддержка, она больше направлена на объективное, реальное или, скажем так, научное, в рамках господствующей научной доктрины. Они направлены на более правильное, на более полное, более верное, истинное понимание реального мира, окружающей действительности и в том числе в себе. И себя в этой действительности. Но здесь отсутствует мистификация, здесь отсутствует длино соответственности, здесь нет таких моделей, как вера, бог и так далее. Потому что и психология, и наука воспринимают религию несколько специфично. И в этом контексте, я думаю, в этом контексте я предлагаю вам ответить себе на вопрос, какая именно духовная поддержка вам нужна. И если речь о именно психологической поддержке, то мы с радостью вам ее окажем. Вам нужно выбрать эксперта, исходя из его специализации, исходя из его компетенции, посмотрев профили и увидев, с чем тот или иной психолог работает. Например, кто-то работает с флобиями, страхами и так далее, кто-то работает с межразличностными отношениями, семейными, профессиональными и саморазвитиями, саморазвитием и так далее. И вот, исходя уже из направлений работы специалиста, вы выбираете наиболее подходящего себе и прослушиваете или просматриваете ответы этого человека, читаете отзывы о нем и уже тогда решаете, работать с ним в вашем имени. Ну, потому что еще играет роль время, когда человек работает и цена его услуг. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в личку. Буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok